Правительство в народ. Единый информационный день по всей области продолжается. На этой неделе Колывань посетила министр здравоохранения Ольга Кравченко. Личный прием, встреча с представителями общественных организаций и визит в центральную районную больницу стали главными вопросами повестки дня. Как уже показывает практика, встреча с представителями общественности носит продуктивный характер, как для власти, так и для населения. Жители из первых уст узнают о нововведениях, получают ответы на свои вопросы. Я непосредственно укращаюсь к человеку, который владеет ситуацией, который владеет финансами, который может решить вопрос. Все эти замы, помы приезжают там и всякие прочие, это через кого-то, это практически не доходит. Это непосредственно человек, который может решить вопрос, потому что у него вся власть, финансы, я раз повторяю, и все остальное. Министр рассказал и о грядущих переменах в сфере здравоохранения. Разработана программа модернизации здравоохранения региона. Как подчеркнула министр, она будет идти по трем направлениям. Улучшение материально-технической базы лечебных учреждений, внедрение единых федеральных стандартов оказания медицинской помощи по разным профилям. Каждый гражданин должен иметь возможность получить медицинскую помощь одинаково высокого уровня и качества в любом регионе Российской Федерации. И информатизация здравоохранения. Создание информационной системы для введения персонифицированного учета, оказания медпомощи пациентам, электронной истории болезни и электронного полиса ОМС. Также в Центре внимания разработчиков программы мероприятия направлено создание конкурентной среды в медицинской сфере, подготовку и переподготовку кадров, особенно для работы в сельских районах области. Также Ольга Кравченко познакомилась и с работой ЦРБ, особо обратила внимание на поликлинику, ведь наибольший поток населения проходит именно там, указав на некоторые недочеты, в первую очередь на организационную работу персонала. Также есть и такая проблема, впрочем, как и во многих больницах области, это разрозненные корпуса. Есть некая не очень достаточная информированность даже таких людей, руководителей, по проблемам, которые есть в медицине, либо появляются периодически в медицинской сфере деятельности по отпуску лекарственных средств, по госпитализации, по консультации в областной клинической больнице. И думаю, что администрации Колыванской центральной районной больницы нужно сделать определенный предмет вывода и быть ближе к людям и чаще, ближе, доступнее, может быть, информацию доносить через местные газеты, через телевидение и так далее. Также министр подчеркнула, прежде чем начать общую программу модернизации здравоохранения, главное, что необходимо в медицине – это качественное обслуживание пациентов. Сегодня это стоит в центре внимания. В рамках программы планируется не только улучшать материально-техническую базу медицинских учреждений, но и повысить заработную плату медицинскому персоналу не менее чем на 30%. Продолжение следует...